Вестибулярно и жевательно, да, вот эти шахты, твердой мозговой оболочкой, препятствуя будущим результам. В общем, в этом случае... Ну, то есть это как бы не противопоказание. Шахты хватает, но при греблении нет. Да. Вот так, это подходит, да? Да, особенно, вы знаете, когда у вас одна слизистая, вот этот сглаженный гребень, а, например, так случилось, что положение нижней луночкового нерва очень низкое. Вот бывают такие, когда ты щупаешь, думаешь, что там, наверное, вообще ничего нет, она приносит томографию, а там 14 миллиметров до канала еще можно и заглубиться, да, и убрать этот... А беды ли они? Да. Вот так далее. То есть даже при таких атрофиях все равно такое происходит. Ну что, вопросы? Все уже еле живы. Вы сегодня на самом деле знаете, что вы 15 минут обедали. У вас был перерыв сегодня два раза по 7 минут, второго перерыва просто не было. И что, один перерыв, один обед? Да. Вот я и сказала, что второго перерыва не было. Один перерыв были 7 минут, а второй 15-20, по-моему. Ну, да, знаешь, какие-то... Конечно, конечно. Все равно возьмется только столько, сколько там хватит сосудов. Просто замещение. А вот в плане, вот, допустим, я поставила имплантат, у меня такое случилось. Как это решает вопрос пациента? Он оплачивает это? Как это объяснить с точки зрения... Но мой пациент не оплачивает. Я делаю все вот эти манипуляции гарантийными. Это гарантий? Ну, для меня, да. Но это вопрос моего отношения к своему труду и к этике пациента. Каждый доктор решает этот вопрос для себя, потому что, например, я по гарантии переставляю пациентам имплантаты. Обязательно, если с ними что-то происходит. Гарантия сколько? Гарантия на вторую операцию, скажем так. Ну, да. Да. То есть, не, ну, какой... В моей вине что может произойти? Отторжение, да, какой-то костный дефект, неприживление, отсутствие кертинизированного десантинта, что что-то я не учла. Как правило, это отторжение, вот то, что не интегрировалось, то, что не прижилось с точки зрения. Я всегда переделываю эти работы бесплатно для пациента. Ну, у нас есть клиники, в которых это не принято нам, так скажем. За вторую операцию берут все равно деньги. Процент успеха в случае переинплантизма, в случае, там, мы поработали со связистой, там, в какой-то процент уже потом наблюдения? Нету у нас никаких исследовательских таких научных данных, какой-то процент. Нету никакой литературы, действительно достоверной, потому что она недоклиническая она вся. Она вот эмпирическим путем у меня постоялось только, знаете, это вот из этой серии. Это недоказательная медицина. Но, по моему опыту, результаты хорошие, вот я наблюдаю лет 6-7. Ну, наверное, да, 6-7 лет назад я начала их потихонечку оперировать, вот эти переимплантиты, потому что как-то, ну, к парадонтологам они приходят. Вот у нас в городе они приходят к парадонтологам, у нас парадонтологи занимаются. То есть 6-7 лет, все стабильно? Да. Удалось, как и детство, кость как бы образовалась, да? Ну, не у всех, мы делали какие-то костно-пластические мероприятия. Мягкие ткани стабильны, этого достаточно, нет воспаления, нет атрофии, нет эстетика удовлетворительная. Да, да. Конечно, ситуация, в которой оказался пациент, что у него уже есть переимплантит, она уже как бы неприятная. По чьей вине это произошло, ну, обсуждать. Мы завтра с вами рассмотрим клинические случаи, да, в которых, например, можно было бы при лечении, уже идя на это лечение, ожидать, что будут какие-то неприятности и там, где этого не произошло, да? Или наоборот, когда абсолютно... То есть, мало, что вы сделали, а все равно результат был, да? Нет, дело не в этом. Я имела в виду наоборот. Двое, что очень патовая такая клиническая ситуация и в условиях того же тяжелой степени продонтит, когда мы имплантируем, вы не забывайте, что все-таки это, да, риск. Потому что, во-первых, кости многолетние инфицированы, если продонтит был не санирован, не купирован, если все это развивалось стремительно, если пациент не наблюдался нигде, ничего не делал, то есть кости инфицированы в этом случае. Но я бы все-таки выполняла бы отсроченную имплантацию с точки зрения, хотя я очень люблю ставить зубы, ой, имплантаты в лунки зубов. Ну вот, у меня есть несколько работ, когда мы делали тотальные работы по 8 имплантатов на верхней и на нижней челюсти, удаляя одномоментно все зубы по парадонтологическим показаниям. Мне не нравится. Очень большая резорка у тебя происходит там, потому что потери. Они, у них же все это остеопорозное, да, там, фактически. То, что это ладно, она неровная, это ерунда, вот то, что оно сглаживается, но мне не нравятся такие работы, поэтому я все-таки вот, несмотря ни на что, стала прибегать к отсрочной имплантации у таких пациентов. Особенно, наверное, для верхней челюсти это актуально, потому что там рецепсии на имплантатах лечатся очень. Их очень тяжело потом, да. Потому что они оставят без зубов и уговорить совсем идти изначально, потому что вообще не будут, наверное, самые тяжелые. Да. Ну, это пограничные вот эти состояния. Надо всегда смотреть и взвешивать с пациентом. Но, опять же, вот мой научный руководитель, он занимается исследованием парадонтального кармана в сочетании, да, рядом с имплантатом. И говорит о том, что вот так интересно, ты поставил там, он имплантацией занимается очень много лет, больше 25. Вот он говорит о том, что он поставил имплантат, зуб вывалился уже от парадонтии, это давным-давно. А с имплантатом даже резорция не произошла рядом. Ну, у них там экспериментальные модели на животных, да, вот они делают эти эксперименты, постоянно смотрят. Он вообще сказал, что это очень похоже на какие-то аутоиммунные механизмы, то есть как аутоагрессия к собственному зубу. Поэтому говорить о парадонтологических пациентах, что им противопоказанная имплантация, в корне неправильно. Просто при потере большой кости, конечно, и при очень тяжелых формах, их надо с осторожностью брать во всякие авантюрные операции, типа вот такого тотала удаления, там, 12 зубов и установки сразу туда имплантат. Поэтому, когда их кость очищена и санирована, по сути, уже укреплена, да, там, я обязательно назначаю им курс остеогенона, для того, чтобы, да, немножко как-то их подпитать и укрепить, подготовить к имплантации. Так же, как в корневом канале, 2-3 минуты. Такая же. Я это взяла просто из эндодонтического лечения, потому что, ну, суть-то, в общем-то, та же, какая разница. Вот эта рецепт, которая была при имплантации с костным дефектом, вестибулярная. Угу. Там дизайн разъеза. Как при криональном смещении. Почему сохранились сосочки? Там было между днами перегородки, сохраненные, да? Да, у нее дефект только вестибулярный. У нее еще немного просто времени прошло, у нее, получается, в августе, в конце августа появился вот этот гнойный очаг, и в конце сентября она ко мне попала. Как интересно получилось, да, все-таки вот вестибулярная. Я думаю, что когда ей удаляли, там дело не в инфекции, там не было кортикальной пластинки. Да, она такая вот таялась. И она дотаяла. То есть, не прикрыли? Может быть, и видели, но не прикрыли? А, или не скрывали? Нет, это продолжение. То есть, мы увидели. Это очень часто июня. Не укрепли, и трещина, и укрепли, когда мама злокая дарилась. Поставили, думали, так и сказать. Я думаю, что, ну, давайте договоримся так. Там имплантат 4,3 на 13. Нобель Актив. Я думаю, что ставили его на хорошем торге, потому что коронку ей поставили сразу, временно. Это значит, что он был стабилен. Ну, если раскручивать, да, эту историю. Вот с... Во-первых, да. Во-вторых, ну, можно было бы и покороче его поставить. Я бы и поуже его еще поставила. Вот, потому что... При установке еще могло... Они могли просто перетянуть. Перетянули поторку, могли перетянуть. Плюс кортикалки вестибулярной не было. И начались вот эти все процессы. И у нее буквально... И прошлую осень мне поставили имплантат. Продолжение следует...